Будем считать, что с каждой вот такой вот игрой, Хоккенбуш, связано некоторое число. Число, можно его там называть ценой игры, можно значение игры. Давайте значение игры называть. Значение игры интуитивно это количество ходов, которые есть в запасе у левого игрока. Это пока не строгое определение, но просто интуитивно, что это вообще такое количество ходов в запасе у игрока л. Некоторые примеры напишу, значит, если густая игра, то значение равно 0. Значит, здесь ни у кого никаких ходов в запасе. Если одно синее ребро, то, соответственно, здесь в запасе будет 1. Если одно красное, то, как вы думаете, сколько? Ну, на самом деле, минус 1. Минус 1, потому что здесь не только нет хода в запасе, но наоборот. У красного здесь хода в запасе. Ну, а исходя из того, что было на правой доске, как вы думаете, вот такой картины и вот такой, да, вот такой картины, вот такой картины, какие будут значения? Нули. Нет, ни нули, ни нули, ни один. Ну, потому что, смотрите, тут как можно дисплинировать вот это вот. Да, то есть вообще, когда выигрывает второй, то это значит, что ни у кого хода в запасе нет. Да, то есть как раз, когда выигрывает второй, это означает, что значение игры – это 0. Потому что, как бы, кто пропускает другого и ходит вверх, но тот проигрывает. Значит, ни одного хода в запасе нет. Ну, а если вот так вот писать, вот так вот рисовать разные картинки, независимо друг от друга, то, ну, интуитивно ясно, что значения должны складываться. Да, то есть тут в запасе было сколько-то, тут сколько-то, тут сколько-то, а суммарно – это суммарный запас. Ну, тогда, если здесь в запасе 1, а всего получается 0, а эти одинаковые, то тогда сколько должно получиться? Минус 1, 2, да, значит, минус 1, 2 здесь, минус 1, 2 здесь. А если внизу синяя, а сверху красная, то это плюс 1, 2. Значит, вот это вот 1, 2, вот это минус 1, 2. Так, ну, хорошо, а если, например, вот так вот, вот так вот, а потом еще вот 2, тогда сколько? 2. Да, тогда 2, конечно. А, например, будет вот так вот, синяя, потом красная, потом еще синяя. 1. Ну, и от няньи нас родились. 2. Ну, вообще, как не понятно, как отвечать на вопрос, да, то есть, из каких соображений понимать, у кого здесь какое преимущество. Но, давайте пока продолжим этот вопрос. Правильного ответа я пока не слышал. То есть, ни 1, 2, 2, 3. Но, 2, 3, лишь все по этому ответу. А как вообще на этот вопрос можно отвечать? Ну, можно сравнивать с разными числами. Да, для будет это больше 1 или меньше 1. Можно сюда приписывать минус единицу и посмотреть, кто выигрывает. Кто выигрывает в такой игре. Ну, смотрите, если 1 входит красный, то 1 входит синий, а если он срезает вот это, то он сразу проигрывает. А если вот это, то потом красный срезает вот это, синий срезает вот это, и снова выигрывает красный. Да, то и здесь выигрывает красный. А это означает, что преимущества синего вот здесь вот недостаточно, чтобы перебить преимущество красного в один ход вот здесь. Это означает, что преимущество меньше единицы. Ну хорошо, а как сравнить с одной второй? Ну нужно, если их соединиться, иметь с одной второй прописать. А то есть тут прописать вот так. Значит, вот так, здесь вот так и вот так. А кто здесь выигрывает? Ну опять же нужно посмотреть на разные варианты. Значит, пусть Грейм ходит красный. Тогда если он срезает вот это, то он уже проиграл. Синий срезает вот это и выиграет. Если красный срезает вот это, то синий теперь не будет вот это срезать, а будет срезать вот это. Соответственно, красный срезает вот это, синий срезает вот это и выиграет. А если ходит синий, что ему тогда делать? Самый верхний связать, да, вот это вот. Значит, вот это связать с одной верхней, потом отвечать симметрично. Значит, поэтому здесь вот выигрываем левый, он же синий. Это значит, что вот эта штука больше, чем одна вторая. То есть вот это вот одной второй. Хода недостаточно красному, чтобы перебить вот это преимущество. Так что две трети действительно ближе всего к правде, но на самом деле будет не две трети, а три четверти. На самом деле это будет равняться трём четвертьям. Ну и как бы стареться, что именно три четверти? Ну, можно, например, сделать так. Можно две таких штуки нарисовать. Две таких штуки нарисовать и нарисовать минус единицу и минус одну вторую. И показать, что здесь всегда выигрывается вторая. Ну, вообще видно, что здесь какой-то анализ становится уже сложным. Но я вам сейчас покажу, как упростить анализ. Не на одной картинке все возможности перебирать, а как это всё уложить в некоторую общую конкуру. Спасибо.